Сорян, что меня очень давно не было, потому что я катался в отпуск. И в отпуск я катался не просто куда-то, а я сел на поезд и помчал прямиком в северную столицу нашей замечательной необъятной родины, в Санкт-Петербург. Именно там, друзья, я зашел в магазин, который мечтал зайти последние пару лет, как только узнал о том, что он появился. Это магазин Geek Trip. И на самом деле давайте сейчас мы с вами посмотрим небольшой обзорчик, который я умудрился снять, находясь там. Я думаю, что многие кадры вам уже будут знакомы, но тем не менее очень атмосферно, очень потрясающе. И потом я расскажу вам о том, что же я смог там взять. Итак, внимание, поехали, смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! На момент времени, как объяснили продавцы, очень тяжело стало привозить ретро-фигурки, но все же по фигуркам кое-что я себе там взял. Итак, первая и очень прикольная фигурка, это фигурочка Микеланджело от Nickelodeon, но очень уж он крутой по мультам непосредственно классическим. И здесь мы видим, что у нас 30 на точке артикуляции, потрясающая фигурка в коллекции, кстати говоря, относительно ценового составляющего, почти 2000 рублей, это хорошая цена за такую фигурку. Далее, игровая литературочка снова с нами, и это книга Дунь. Книгу хотел в коллекцию, вот она. Там же я взял книгу издательского дома Питер. Это 500 лет спустя, Final Fantasy VII. Final Fantasy VII это одна из самых долгожданных и крутых игр и ремейков, которые я в принципе успел поиграть, поэтому так или иначе очень уж люблю я эту франшизу. Поэтому Final Fantasy VII прям очень круто. Одна из лучших сказок, к которым мы смогли поиграть. Это три выпуска игрового, ретро-игрового журнала. Выпуск номер один, друзья мои, он абсолютно запечатанный, я его не вскрывал. У нас есть выпуск номер два и, конечно же, у нас есть выпуск номер три. В целом, не было у меня сильно много времени для того, чтобы побродить по улочкам Питера и поискать что-то еще особенное, но Geek Trip это галочка, уж по крайней мере в моем виш-листе, о том, что я смог побывать там. Я знаю, что там есть крутейшая заведуха, связанная с черепахами Пицца Крэнк или как так она называется. К сожалению, я не смог попасть туда, потому что времени особо не было. Но еще один подгон я себе привез из Питера и уже на сей раз из магазина Лего, друзья. Потому что совсем недавно туда завезли очень прикольный эксклюзивный набор, который так и называется Лего Магазинчук. Очень прикольная штука. Я все еще задумываюсь над тем, чтобы его, в принципе, собирать или не собирать, а ставить на полочек, как я люблю это делать. Но в целом, мое впечатление следующего характера. Город очень большой и мне показалось, что там не хватает подобных магазинчиков, таких как Geek Trip. И находясь только на Невском, увидев только один магазин, я думаю, что хотелось бы их чуть-чуть побольше. Искренне надеюсь, что в дальнейшем наша культура, да и в целом, как бы, я имею в виду Geek-культура, будет развиваться, становится все обширнее и обширнее. Города начнут объединяться, все начнут получать удовольствие от того, что они делают и чем они занимаются. Поэтому, друзья, огромное спасибо, что вы были со мной сегодня. Подписывайтесь на канал, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Ваши комментарии для меня очень важны. Дальше больше. Всем пока. С вами был Сергей Назаркевич. Увидимся.